Здравствуйте, друзья, зрители и подписчики моего канала! В данном видеоролике я хотел бы рассказать об одном интересном, на мой взгляд, интересном наблюдении, которое, я думаю, будет интересно и тем, кто имеет у себя в пользовании такой музыкальный инструмент, как пианино. Большинство тех, кто владевает игрой на фортепиано, естественно, имеет у себя дома зачастую именно пианино. И именно на пианино отрабатывает свои упражнения и свою технику игры. Ну и, соответственно, наслаждается, наверное, звуком, если инструмент качественный. И что же важно пользователям этого прекрасного инструмента? Естественно, чтобы он работал максимально корректно и максимально качественно. И чтобы потом, после занятия на нем, можно было прийти в концертный зал, сесть за рояль и что-нибудь исполнить без сильных потерь качеству. И, естественно, важным аспектом владевания и, в принципе, игры на фортепиано является корректность работы его клавишно-ударного узла. Ну, то, что часто просто называют механикой. Но механика это зачастую подразумевается просто молоточковый механизм, а клавишно-ударный узел предполагает вот всю эту целостную конструкцию от клавиши до молоточка. Но это так, небольшие вводные данные. И теперь я хочу непосредственно перейти к основной теме. А тема моя заключается в вопросе того, как стоит у вас пианино. Я часто у пользователей пианино наблюдал очень интересный нюанс, который часто сопровождался жалобами на недостаточную репетицию механики. Репетицией в фортепианном деле называется возможность инструмента быстро повторять одну и ту же нажатую клавишу. То есть, чтобы вы каждый раз на клавишу нажимали, и она каждый раз отвечала соответствующей нотой. К сожалению, пианино, как инструмент с вертикальным расположением механики, в отличие от рояля, не всегда оно может похвастаться хорошими репетиционными свойствами. Иногда это проблема самой механики, иногда это проблема неправильной регулировки, иногда это неправильность в сборке самого инструмента. Однако иногда сами владельцы, абсолютно не подозревая о том, становятся причиной того, что их пианино после перевозки, или даже иногда перестановки с места на место, утрачивает свои репетиционные качества. И я сейчас предлагаю вам посмотреть на то, как устроена пианинная механика. И вы можете удивиться, но часто проблема утрачивания репетиционных качеств пианино, механики пианино, заключается в том, как оно установлено. То есть, какой наклон по отношению к плоскости земли, если можно так выразиться, оно имеет. А дело тут вот в чём. Я неоднократно, как уже сказал, наблюдал этот момент, когда после перевозки пианино ставится в комнату, и можно увидеть, как оно немного спиной заваливается к стене. А происходит это зачастую потому, что пол неровный, и у стен пол, ну почему-то, как бы уходит немножко вот таким образом. И пианино часто вынуждено быть заваленным спиной, как я уже сказал, в сторону стены. А ещё некоторые дополнительно, если инструмент стоит неровно, подкладывают под передние ролики какие-нибудь там деревянные, картонные, или ещё какие-нибудь подкладки. Так вот, речь как раз-таки сейчас пойдёт именно о том, почему такое положение пианино очень часто вредит инструменту, ну, во-первых, самому инструменту, а во-вторых, его игральным качествам. Дело тут вот в чём. Предлагаю вам посмотреть сейчас на устройство пианинного механизма. Вот мы видим механику, и мы видим то, что молоточек сам по себе не стоит прямо. Он стоит под наклоном, и наклонён он как бы к исполнителю. Он отклонён от струн. В рояльной механике молоточек фактически лежит. И поэтому той проблемы, о которой я говорю, в роялях возникать в принципе не может. Так вот, дело в том, что когда положение клавишно-ударного механизма рассчитывается, идёт расчёт того, что он будет находиться под определённым наклоном. В некоторых плохо собранных инструментах мне приходилось переделывать, физически переделывать угол наклона механики. Есть определённые стандарты того, как должна располагаться механика. И порой, чтобы соблюсти этот стандарт, регулировщики не усматривают момент возможной кривизны сборки инструмента. Она зачастую решается очень просто. Ну, просто буквально переклейкой этих посадочных мест под механику, то есть брусков, на которые регулировочный винт находится, и куда ставятся, опираются стойки механики. Но не все, к сожалению, это замечают. А надо бы. Причём то, о чём я говорю, распространяется не только на нижнедемпферные инструменты, но и на обердемпферные. Как ни странно, я часто просто изменяя положение инструмента, подкладывая под задние ролики какие-то определённые дощечки определённой высоты, выравнивая спину пианино, исправляю репетиционные свойства механики. И молоточки тогда принимают правильное положение и становятся более чувствительны к мелким нюансам, мелизмам так называемым. Казалось бы, да, ну что там несколько сантиметров, а некоторые считают, что там несколько миллиметров. Нет, на самом деле там порой бывает от сантиметра до двух-трёх. То есть вот такие неровности пола, ну встречается, инструмент как бы чуть ли не ложится на стену и становится очень неустойчивым и небезопасным. Некоторые думают, что смысла это не приносит, и что эти несколько сантиметров абсолютно не влияют на качество игры на инструменте. Однако это не так. Для эксперимента я могу вам посоветовать положить пианино, ну если у вас есть, конечно, много свободного времени и достаточно на это сил. Так вот, вы можете положить пианино и попробовать на нём что-нибудь сыграть. Скорее всего, у вас ничего не получится, потому что молоточки непременно лягут на струны. И с тем, как вы будете поднимать пианино в вертикальное положение, вы будете замечать, что, во-первых, твёрдость клавиатуры меняется. Во-вторых, всё более и более инструмент начинает быть восприимчивым к различного рода мелизмам. И когда инструмент будет вернут в вертикальное положение, вы сможете им спокойно пользоваться. Так вот, вот эти несколько сантиметров, они на самом деле влияют на качество срабатывания репетиционной вот этой всей механики. Но она как бы там не считается такой репетиционной, двухрепетиционной уж точно. Хотя есть некоторые эксперименты с пианино-механикой, есть патенты. Но не суть важна. В общем, основное, что надо знать из всего того, что я только что наговорил, это то, что расчёт пианино-механики происходит из определённых моментов. Моментов того, как она будет установлена в инструменте. И никакой расчёт не предполагает, что инструмент будет завален спиной назад. Наоборот, в советских пианино я даже встречал такой интересный момент, когда футер был немного сточен к низу, и получалось, что пианино футером немного заваливалось вперёд. Это не очень была хорошая затея, потому что, во-первых, таким образом получалось, что рама не просто висит и давит вниз, а она ещё и срывается по направлению к исполнителю. Это не совсем хорошо, и развесовка инструмента вообще-то от такого не в восторге. Но тем не менее. Значит, да и к тому же на держание строя это не всегда хорошо отражалось. Ну и на другие некоторые нюансы. Особенно в перевозке. Я знаю, вот иногда мне приходилось инструменты перекатывать самолично, ну вот в квадратуре там одной площади, или иногда даже погружая их в транспорт и куда-то увозя. Так вот, советские пианино очень часто на тележке опрокидывались вперёд. Хорошо, я успевал их подхватить, но тем не менее, это очень неудобно, когда инструмент постоянно норовит упасть на тебя. Но вернёмся к тому, о чём я рассказываю. Дело в том, что все вот эти рассказы, то, что вы сейчас услышали, они созданы не на пустом месте. Это в прямом смысле моё наблюдение, которые подтверждались очень часто при перевозках инструмента и при большом количестве переездов. И очень часто я подмечал, что вот на одном месте инструмент имеет одну твёрдость клавиатуры и одни репетиционные свойства. Куда-то его даже переставляешь в пространстве одной комнаты, и клавиатура меняется по упругости, по твёрдости, механика становится более или менее отзывчивой. И вот такие моменты заставили меня разобраться, в чём же тут дело. А дело именно в том, что вот эти несколько сантиметров, когда инструмент наклонён или назад, или вперёд, или, что правильно, имеет прямое вертикальное положение, они всё-таки существенно влияют. И мне очень неприятно смотреть, как некоторые инструменты отправляются непонятно куда, ну, как правило, на разбор, на запчасти, только от того, что, ну, вызывают мастера, например. И мастер там что-то пытается сделать и говорит, нет, это не регулируется. Вот такая механика, всё, инструмент. Если он до этого был перевезён, ставится диагноз, что инструмент испортился. И дальше либо большие работы по механике, конечно же, которые, если делать неправильно, ничего не дадут. А ещё некоторые умники для облегчения себе работы или для облегчения хода клавиатуры делают такую вещь. Они меняют положение релистика, немного приближая молоточки к струнам. Не всегда люди, мастера, которые это делают, рассчитывают тот факт, что они меняют, по сути, наклон молоточков. И что это может повлиять на репетиционные свойства механики. Хорошо, если такую работу проводит мастер, который это всё отрегулирует, который всё учтёт и так далее. А некоторые просто вот сюда подкладывают друг шайбы, и всё, и механика легче, и работ меньше. Ну и, в общем-то, все довольны. Всем спасибо. До свидания. Либо инструмент куда-нибудь девается. А как я уже сказал в начале, порой достаточно просто подложить что-нибудь под задние ролики и выпрямить инструмент как бы вот по уровню. Даже можно делать именно вот таким образом. Ставить уровень и выпрямлять инструмент. Собственно, именно определённый процент инструментов, которые чуть не были списаны в утиль из-за неправильной постановки, меня и натолкнули на то, что нужно сделать этот видеоролик хотя бы, чтобы уберечь несколько, а может быть и более чем несколько, вполне себе хороших инструментов. Теперь немного расскажу о том, как исправить возможные репетиционные проблемы с механикой. Исправляется, конечно же, естественно, в первую очередь нужно выровнять инструмент, чтобы механика оказалась в том положении, под которое она планировалась. Далее есть такой нюанс, как кривоватость сборки. Должна быть проведена регулировка. И я при этом рекомендую не начинать регулировку с молоточков непосредственно. Для начала следует уделить внимание клавиатуре, потому что иногда достаточно просто инструмент чуть-чуть наклонить вперёд. Это не совсем хорошо для опорной конструкции, если она имеет консольный тип. А если он без консоли, и просто вот типа некоторых чехословакских и ГДРовских пианино, да и не только их вообще в принципе, ну вот типа тех, которые вы сейчас видите на экране, то это ещё и может быть опасно, наклонять инструмент вперёд. Но иногда это помогает. Однако, клавишно-ударный узел, весь, он тоже рассчитывается из того, как инструмент будет стоять. И порой из-за ошибок в расчётах имеет неправильный наклон, и соответственно, из-за этого клавиши ход. Клавиш может быть некорректный. Но ход то ещё ладно. А вот возврат клавиши на место после отпускания, вот это уже имеет определённые проблемы. Всё-таки хорошо было с инструментами, где клавишно-ударный механизм представлял из себя единый узел, когда это всё, вся эта громадина вытаскивалась вместе для регулировки. Конечно, это было в определённой степени неудобно, но зато проще в этих моментах регулировки репетиционных свойств. Но на мой взгляд, проще. Я-то всё-таки к таким инструментам больше привык. Хотя ладно, оставим эту ностальгию и вернёмся к теме. Так вот, после того, как вы убедились, что клавиатурный узел расположен правильно, без перекосов, в правильном соотношении к поверхности земли, как мне понравился этот речевой оборот. Буду его использовать почаще. Так вот, после этого можно приступать к механике. И вот здесь начинается проблема, которую я встречаю на инструментах ну такой, второй категории по качеству. Это неплохие инструменты, но и не прям высший класс. Но на них играть можно и они очень даже добротно звучат. И если их дорегулировать и правильно если они собраны, они прослужат долго и принесут своему хозяину счастье от использования. Вообще, сейчас я затронул интересную тему, которую, наверное, следует обсудить в отдельном видеоролике. Всё-таки основной месседж этого видео в том, что из-за неправильного положения пианино могут возникать проблемы с репетиционными свойствами этого инструмента. Поэтому, если у вас после перевозки, после приобретения или ещё после каких-то моментов вдруг вы почувствовали, что инструмент уже не так хорошо откликается на ваши прикосновения, если он стал как-то не таким отзывчивым или упругость клавиатуры нарушилась или что-то там ещё, не всегда проблема в том, что инструмент разрегулировался. Порой достаточно просто посмотреть, взять уровень и оценить, насколько сильно пианино наклонено вперёд или же на спину. И ещё, пока не забыл, есть такой момент, как наклон инструмента влево, вправо, то есть, когда одна сторона инструмента выше, другая ниже. Это не так сильно влияет на срабатывание самого молоточка по отношению к струне, но влияет на быстроту стирания войлока, потому что молоточек там закреплён на оси, по сути, обрамлённый войлоком. При нерасчитанном заранее изменении центра тяжести, то есть, когда есть какой-то наклон вправо-влево, соответственно, одну из сторон капсулей срабатывает, и это приводит соответственно к тому, что молоточки начинают шататься и уже некорректно попадать по струнам. В общем, на этом всё. Я надеюсь, этот видеоматериал был полезен владельцам пианино, может быть, они сейчас пойдут, посмотрят, вдруг у них инструмент завален чуть-чуть назад, или наоборот, из-за каких-то интересных моментов завален вперёд, и всё-таки поставят его нормально, и, возможно, после этих изменений получат большее удовольствие от пользования своим инструментом. А на этом всё. Всем спасибо за внимание, всем удачи, всем пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok